Депутаты Европарламента во время встречи с премьер-министром Армении интересовались проблемами коррупции, политической культуры, свободы слова, независимостью судов в этой стране. В свою очередь Пашинян признал, что продолжение Нагорно-Карабахского конфликта отрицательно сказывается на экономическом положении Армении. Сейчас мы подключаемся к Брюсселю, где находится наш корреспондент Хаяла Мамедова. Здравствуйте, Хаяла. Какие еще вопросы были затронуты в ходе встречи? Здравствуйте, студия. Здравствуйте, коллеги. Мы сейчас находимся в Брюсселе, как вы отметили, рядом со зданием Европейского совета, где прошла встреча премьер-министра Армении Николы Пашиняна с президентом Европейской комиссии, Европейского совета Дональдом Туском. За тем стороны выступили совместным заявлением для прессы. Отметим, что премьер-министр Армении Никола Пашиняна находится в Брюсселе, совершает официальный визит в Брюссель с 4 марта. Он уже провел ряд встреч, в частности, сегодня продолжает проводить. Накануне он был в Европейском парламенте, в Комитете по иностранным делам. И в своем выступлении премьер-министр Армении Никола Пашиняна... Здесь настоящая бакинская погода, простите, коллеги, ветер и периодически выглядывает солнце. Никола Пашиняна в своем выступлении в Европарламенте в Комитете по иностранным делам отметил, что... вернее, он признал, что Армения из-за оккупации 20% территории Азербайджана, Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов. Из-за неурегулированности Нагорно-Карабахского конфликта находятся вдали от экономических, региональных проектов, что снижает инвестиционную привлекательность Армения. Никола Пашинян отметил, напомнил, что они, то есть Армения, Ереван, представил свое новое содержание мирному процессу, то есть Армения дала новое содержание мирному процессу, и свои предложения они представили азербайджанской стране через посредников, а посредниками являются представители Минской группы ОБСЕ, это три страны, это США, Россия и Франция. Стоит отметить, что сейчас в Баку как раз находится Мирослав Лайчик, это действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии, и он уже провел ряд встреч, в частности, Мирослав Лайчик обсудил в Баку отношения ОБСЕ с Азербайджаном, и также урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта. Сразу после Баку Мирослав Лайчик, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии, направится в Ереван на встречу с премьер-министром, в частности, Николой Пашиняном. Я также напомню, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что 2019 год придаст новый импульс переговорному процессу вокруг урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Студия, мы продолжаем следить за событиями из Брюсселя.